Даша, доброе утро! Сейчас подготовимся. В общем, чтобы скрасить время, когда вы лежите, и на вас ровный загар ложится, пока вы ждете очереди на водные горки, либо с палатками. Опять же, мы с тобой говорили, что все-таки путешествовать можно по-разному. В общем, пропустим вперед маленьких, да? Сейчас будешь мне помогать? Давай, я готова. Пока еще рано. Вот, в общем, это книжка «Что скрывает морской берег». Очень круто взять ее, например, перед отпуском, чтобы познакомить ребенка, что его ждет, если он первый раз едет на море. Ну и, в принципе, ее можно взять на море. В чем суть? Она интересна тем, что она интерактивна. То есть здесь рассказывается про то, кто живет на море, какие процессы вообще там происходят природные. Вот, например, лужица – это впадина среди камней на берегу. Ты видишь, что происходит в ней во время прилива? Вы не можете это увидеть. Нет, вы это не можете увидеть, пока мы не возьмем волшебный фонарик. Вот теперь ты мне помогай. Нужно будет светить, да? Да, надо включить фонарик. Все, готово? Все, в общем, мы берем страничку вот так, только одну. И, получается, ты светишь. Погоди, давай, чтобы все видели. Но это слишком. Подальше, 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 подальше. Вау, вот видите, морских обитателей. И здесь еще повыше сделаем. Тут, получается, брызги. Брызги. И тут как раз пишется. Волна приносит с собой морскую воду и заполняет впадину. И так на каждой странице. Как это придумали. Да, это очень интересно. Причем, если вы, например, на улице находитесь, то фонарик не понадобится, можно просто поднести к источнику света. И сразу будет видно, да? И сразу будет все видно. Так. Такая интересная книжечка. Круто. Так, ну все, маленьких читателей мы заняли, да? Что есть для взрослых? Для взрослых. Итак. Долгожданная книжка. Это художественная литература. Гарри Поттер. Данцова. Нет, не Гарри. Это книга Харуки Мураками. Убийство Командора. И она причем двухтомник, поэтому можно растянуть удовольствие. А для тех, кто уже читал Харуки Мураками, вы, кстати, читали? Я нет. Я не буду это говорить. Давай, признавайся уже. В смысле? Хорошо, я не читал. А, ну все, просто... Просто сейчас его, в принципе, считают попсовым, но на самом деле его многие любят за то, что у него особая такая, знаете, атмосфера в текстах. Он просто безумный фанат джаза, поэтому он красиво описывает музыку. А здесь в книжке рассказывается про, ну вообще, убийство Командора. Это такая картина, которую главный герой находит на чердаке. Эта картина была спрятана от всех, потому что ее никто не должен видеть. Она наносит какие-то там непоправимые последствия. Вот. И вообще эта книга о силе творчества, о становлении художника. Вот. Творческим людям очень понравится наверняка. Ну, не только, не только. Да, собственно, это и подросткам, и взрослым понравится. Я думаю, даже если вы не читали Харуки Мураками, то можем начать с этого, например. Вот. Принято. Неплохо. Спасибо. Так, что в третьем образце? Что еще интересно, эту книгу очень ждали русские читатели, потому что она вышла вообще в семнадцатом году, и в Японии выстроилась огромная очередь в книжный магазин, чтобы ее купить. Просто огромная. Вот бы в России так. Но, к сожалению. Да. Может быть, сегодня после программы это случится? Вы уже видели там уголочек, показывай, что там. Третий книг. А, я все спрячу, спрячу. Эта книжка не художественная, но тоже известного российского автора. Та-дам! Ася Казанцева. Некоторые, возможно, ее уже знают, у нее выходило две книжки. Наслышано, да. Да, да. У нее выходило «Кто бы мог подумать?» и «В интернете кто-то неправ». В общем, эта книга посвящена именно мозгу, его устройству, и Ася Казанцева, у нее просто, у нее дар рассказывать сложные вещи простыми словами. То есть она такая, знаете, как мостик от серьезной науки к обычным людям. Ну, мы с вами же все равно не какие-то там не научные... Не ученые. Не исследователи, да. Вот. И, в общем, она одинаково будет интересна как и ученым, в том числе, так и всяким домохозяйкам, кондукторам и так далее. Ну, это утрирует, что вообще общей массе будет интерес. Это поднимет наш интеллектуальный уровень на какой-то новый... Да, да. Вообще здесь она совсем недавно пришла, и я чувствую, я знаю, что я буду читать этим летом. Вот. Я уже прочитала, по какому ехала, я прочитала «Видение», и тут начинается с разбора серии «Доктора Хауза». Да. Вот с такими даже примерами, да? Да, даже с такими примерами. И что еще интересно, может быть, некоторым людям, ее проиллюстрировал Олег Навальный. Та-дам! Угу, вот. Интересная, замысловатая картинка. Ну, я, кстати, не знаю, проиллюстрировал ее, когда он находился в тюрьме или нет. Ну, в общем, интересно. Можно уточнить? Даша, спасибо тебе большое. Супер обзор. Ждем тебя через месяц. Подготовишь что-нибудь интересное? Ну, конечно, обязательно.